В Луганске сотрудник прокуратуры насмерть сбил студентку на переходе от народного самосуда. Водителя спасла милиция. В погоню за прокурором бросились таксисты, которые стали свидетелями наезда на пешехода возле национального университета. Чем закончилась погоня и что грозит водителю, расскажет Александр Певтеев. Вытаскивай его! Вытаскивай! Внедорожник, сбивший студентку, догнали, заблокировали таксисты. Водитель джипа, под колесами которого погибла девушка, не сразу решается выйти из машины. От разъяренных луганчан мужчину защищает милиция. Подозреваемого повезли в наркологию, однако свидетели ДТП окружили служебное авто и потребовали повторить тест прилюдно. Импровизированный митинг под наркологией длился до тех пор, пока подозреваемого не повели на повторный тест, теперь уже в присутствии журналистов. Тест на наркотики тоже был отрицательным. Когда стихли эмоции, заговорили свидетели аварии. Погибшая 22-летняя студентка Луганского университета Наталья Пелецкая. Очевидцы уверяют, что джип сбил девушку на переходе, как только на светофоре загорелся зеленый для пешеходов. Выскочил с правого ряда, сбил девчонку, потушил габариты, свет и по трамвайной линии поехал вниз. Я передал по рации ребятам, что так и так сбила машина девчонку. Проследите, куда поехал, чтобы не убежал. За рулем джипа был прокурор отдела по противодействию преступности в сфере транспорта. 29-летний Дмитрий Кононов работал в прокуратуре Луганской области. Поверьте, если бы я мог вернуть время назад, я бы для этого отдал все. Прошу, прежде всего, родственников погибшей девушки простить меня, если это возможно. Когда это произошло, я очень испугался и по инерции нажал на глаз. Дмитрий Кононов взят под стражу. В прокуратуре говорят, что будут настаивать на назначении максимальной меры наказания для своего работника. Статья, по которой завели уголовное отдело, предусматривает до 8 лет тюрьмы.